Добрый день! Меня зовут Сергей Гуд. Я живу в Латвии. И планирую в этом году, в 2019, в декабре месяце, переехать на постоянное место жительства на Кубань. Готовясь к переезду на Кубань, я много собирал информации. И мне попадались в основном ролики, информации о том, как люди из других краев России переезжают на постоянное место жительства на Кубань. Из Прибалтики, а конкретно из Латвии, где я проживаю в городе Риге, информации фактически было ноль. Поэтому я создаю канал на Ютубе, Викинг Лайф, о том, как семья из Евросоюза, из Латвии, из Риги, микрорайон Болдырай, где я живу, переезжает на постоянное место жительства на Кубань. Я буду рассказывать о том, с какими трудностями мы столкнулись при подготовке к переезду, о том, как мы собирали вещи, как проходили границу, какие нужно было документы собрать, о том, как мы готовились к переезду, искали станицу, занимались продажей квартиры здесь, в Латвии, и о том, как вообще мы додумались до того, чтобы уехать из сытой Европы, благополучной, на постоянное место жительства на Кубань, Краснодарский край. Еще раз, меня зовут Сергей Гуд, канал Викинг Лайф. Это мое первое выступление. Подписывайтесь, будет интересно. До новых встреч. Лав Ден, здравствуйте. И снова канал Викинг Лайф. Я Сергей Гуд. Это второе видео о том, как мы планируем приехать из Евросоюза, из Латвии, на Кубань, на постоянное место жительства. Сегодня 14 ноября 2019 год. И я вам хочу немножко рассказать о том месте, где я с семьей живу в последние дни, как это место называется, где оно находится. Итак, Латвия, Евросоюз, город Рига, микрорайон Балдарай. Микрорайон Балдарай находится на севере Риги, у самого устья реки Даугава, или западной Двина, ее по-другому называют. В свое время с населением около 30 тысяч человек. Сейчас, по переписи 2010 года, в Балдарая проживает где-то 15 тысяч населения. В 1988 году в Латвии проживало 2 миллиона 600 тысяч людей. По переписи, по последней переписи в Латвии, официально проживает 1 миллион 900 тысяч. И в Риге чуть больше 600 тысяч человек. Это официальные данные. На самом деле в Латвии и в Риге живет гораздо меньше людей. Потому что многие граждане Латвии, которые имеют Евросоюзовский паспорт, постоянно проживают за пределами Риги, за пределами Латвии. И работают в Ирландии, в Англии, в Норвегии, в Германии, в других странах Евросоюза. Но они числятся, что проживают здесь, в Латвии, в Риге. Поэтому, если не верить официальным данным, в Латвии живет 1,5 миллиона, ну 1,6 миллиона. Остальные люди, которые числятся, это не латвиши, не латвийцы. Они живут за границей. Итак, Олдерай. За моей спиной это начало микрорайона. В основном это пятиэтажные дома, построенные в 70-е, 80-е годы. Для жителей, которые работают же здесь, в микрорайоне. Здесь, в микрорайоне, это пролетарский район, находилось в советское время очень много предприятий. Олдерайский комбинат по комплексной проработке древесины, который выпускал в Советском Союзе самую качественную древесно-стружечную плиту. Тарное предприятие, фанерное предприятие Лигнус, силикатный кирпичный залог, швейное предприятие, регистекстерс, который выпускал опряжу, механический завод, домостроительный завод и многие другие мелкие предприятия. Также здесь водоремонтный завод, 177-й находился, и военно-морская база, Рижская, где располагались в свое время военные корабли, подводные лодки, тральщики, находился учебный центр по подготовке иностранных военных морских специалистов. Итак, Балдерай. Сейчас это район с самым дешевым жильем. Дешевле, чем в Балдерайе, в Риге, вы не найдете. Если вы хотите купить комнатную квартиру в блочном доме, вы ее можете купить за 29-30 тысяч евро. Если это трехкомнатная квартира с более-менее в хорошем состоянии, 38 тысяч евро это можно купить. Можно купить еще дешевле жилье, но она будет более хуже качественной. Почему не хотят люди ехать жить в Балдерайе? Это, еще раз повторюсь, пролетарский район, в котором находятся предприятия. И здесь не самая лучшая экология. После того, как на русском острове построили перевалочную базу для угля, у нас снег имеет черный цвет. Мы поговорим еще раз про Балдерай. Балдерай. В свое время здесь при шведских королях, при царской России находился небольшой поселок, Рыбакский. И плюс, здесь были лосманские корабли, которые помогали в Ригу, в Далгу провести торговые суда. Это было так. Сейчас, если я вам покажу, то за моей спиной находится фанерное предприятие Лигнус. А сейчас, дальше это силикатный район наш, тоже очень маленький, где тоже, скажем так, остатки пролетария проживают и надеются как-то нашей Латвии. Самая последняя стройка, которая была, это вот магазин Максима. Его построили в октябре этого года. Это самая-самая новая стройка, которая есть в Балдерай. Здесь ничего не строится. Жилье здесь не строится. Мы, проживая здесь, а я здесь живу 73-го года, по ним понял одно, что каждый год жилищно-коммунальные хозяйства дорожают. Народ уезжает, бизнес сокращается. Так как я работаю в торговле, я очень хорошо это вижу по полкам магазина и по покупательскому спросу. После санкций, введения санкций в отношении России, ситуация экономическая в Латвии ухудшилась. Как бы там ни говорили политики, что мы найдем замену, ничего подобного. Грузооборот в порту сокращается каждый год на 10-15%. Россия строит новые порта и свои грузы вводит просто-напросто в Санкт-Петербург и в другие новые порта, которые не строятся. Никто не хочет спонсировать бизнес страны, которая недружески относится к России. Это был Дерай. Лаблен, здравствуйте! С вами канал Викинг Лайв. Канал о том, как семья из Риги переезжает на постоянное место жительства в Краснодарский край. на Кубань. Мы находимся в самом центре Балдырая микрорайона в Риге. И я немножко хочу вам показать то место, где я живу с 73-го года. У меня за спиной стройка, пятиэтажное здание. Это социальный дом. Сюда в скором времени, после Нового года, порядке 600 человек или люди, у которых нет жилья, которые были выписаны из квартир, которым негде жить. В нашем районе добавится население. Вопрос, принесет ли это радость и счастье тем, кто здесь живет? Это уже старый Балдырай, типичные пятиэтажки для нашего района. Кирпички, так называемые хрущевки, или пятиэтажные литовки. Дома, построенные в 70-е годы. В одном из таких домов я проживаю. У меня двухкомнатная квартира, 50 квадратных метров, блочный дом, постройки 73-го года. Мы там проживаем последние дни. Ноябрь месяц, и до отъезда осталось чуть больше трех недель. Следите за выпуском, будет интересно. Я вам расскажу о нашей судьбе, как мы из Латвии переехали на Кубань. Это вид из нашего окна. Можно сказать, последние дни наслаждаемся пребыванием в Балдырае. На улице плюс 5 градусов, 29 ноября. У нас идет активный сбор вещей, упаковка их, и готовимся к отъезду. По плану мы должны выехать во вторник. Сегодня уже пятница. Кухня остается новым владельцем. Холодильник Вирпу мы оставляем. Магнитолы мы сберем. Здесь пока еще все в порядке. Мы еще готовим. Плиту мы тоже забираем. Кастрюлька. Все. Полочки уже пустые. Здесь у меня стояла коллекция пивных бокалов 0,5. Столики. Стульчики мы забираем. Столик оставим. Коридор. На этой полочке стояли кубки, заслуженные Урсиком. Шкаф-купе остается. А вот эту кроватку собачью мы с собой забираем. Мы ее не оставим. Урсик уже надо на чем-то спать. Урсик, мы ее тебя тоже с собой забираем. А там за дверкой спрятался главный сборщик коробочек. Урсик. Урсик, где мама? Где мама? А мама спряталась. Сейчас мы найдем ее. Вот мама! Маму мы тоже забираем. Ну Сережа, перестань. Да, ну Сережа, перестань. Ой, секцию мы почти уже разобрали. Самое ценное забрали. Телевизор мы забираем. Компьютеры забираем. И вот здесь самое сердце сбора вещей. Вот так все, как будто бы погром прошел. Вот такие коробочки собираются вещи. Каждая коробочка пронумерована. И подготовленная опись. Что, где, там будет лежать. Клетка Урсина. Ее мы тоже забираем. Вот такой вот хаос. Полный хаос в квартире. Это мы все забираем. Все это еще нужно разложить по коробочкам. Представляете, какая работа еще предстоит? А осталось времени совсем мало. Ну все. До новых встреч. Добрый день. А сегодня у нас последний день. Когда мы гуляем по нашему району Болдарай. И уже вечером мы уезжаем в Россию. Вещи почти все собраны. Осталось смелость тупать их на прицеп. И завтра мы будем уже на территории России. Прощай, Латвия. Здравствуй, Россия. Наш Болдарай. Улица Кобас. Латвия. Латвия. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Сегодня ночью мы на ней уезжаем в Россию, в Краснодарский край. Доброе утро! Сегодня уже 5 декабря, 9 часов 26 минут, время московское. Доброе утро! Я сейчас нахожусь на таможенном пункте Терекхова. Мы вчера утром с супругой выехали из Риги только в 7 утра. Потому что до этого весь день собирали вещи в машину, загружали коробки, коробки. И только в районе 5 утра наш фургон и машина была полностью загружена вещами. Мы всю ночь не спали, очень устали, выглядели как зомби. И в 7 утра выехали из Риги. Что такое в 7 утра в Риге? Это начало пробок. В итоге, проехав по Латвии, мы на таможенный пункт приехали в 3 часа дня. И начиная с 3 часов дня до сих пор мы не прошли таможенное оформление. Транзит. Как нам обещали. Вот сейчас дама идет. Можно? Можно, да? Хорошо. О, нас ждут. Транзит. Ага, спит прямо. Видео, что ли? Ты видео снимаешь? Не мешай. Хватит, хвалится. Устал. Едем. Едем. В Крым едем. В Севастополь едем. Таможня дает добро. Ждите нас. Всем привет. С вами Викинг Лайв. Меня зовут Сергей Гурц. Вы знаете, что мы из Латвии выезжаем в Россию. И вот мы сейчас находимся по трассе между Москвой и Ростовом. На одной из бензоколонок российской компании. Пьем чай, кушаем круассаны. На улице замечательная погода. Солнце. В Подмосковье, когда мы были, была сплошная облачность. Бросил дождик. Ну и теперь все. Чем ближе мы едем к Краснодару, тем погода лучше. Температура повышается. Цены на 10 топлива нас радуют. 46 рублей. Это почти 65 центов по латвийским меркам. Поэтому латвийцы. Я вам не завидую. Бак у нас полный теперь. Сейчас мы попьем капучино. Сидим в круассанчике. И опять в дорогу. Нам еще ехать полторы тысячи километров. Поэтому ждите новых репортажей. Все будет интересным. Когда приедем на место, я выложу много-много интересных роликов. Все, ребята, пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Включите в бубен. С вами был Викинг Лайф. Пока. Доброе утро. И снова Викинг Лайф. Сергей Гуд. 7 часов 30 минут. Мы собираемся в дальнюю дорогу. Следующий наш пункт назначения. Город Крыпск. С каждым шагом мы ближе и ближе дома к своей мечте. Мы проехали две тысячи километров. Приехали поздно вечером вчера. Устали. Попили чай, легли спать. А сегодня нам накрыли шикарнейший завтрак. В отеле, в котором мы остановились. Он называется «Замок». Вообще, конечно, в городе Шахта я не ожидал увидеть такого шикарного отеля с таким интерьером. Самое главное, у меня за спиной находится коллекция пивных бокалов. Я, когда зашел сюда, обалдел. Я просто тоже люблю собрать пивные бокалы. Замечательно. У меня прямо какая-то зависть такая. Я тебе знаю, что я тоже хочу сделать такие стеклянные витрины. И все, что связано с пивом, с пивными бокалами, доставлять такие шкафы. Все замечательно. Сейчас мы позавтракаем, выведем Урсика погулять и в машину. Все, счастливо. С вами был Викинг Лайф. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и стучайте в буби. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас находимся в гостинице «Замок» в городе Шахтын. Собираемся уже уезжать. Но до этого мы сделали несколько звонков в город Крымск, в село Молдаванское, Новоукраинское, в Доманку, с клиентами, которые продают дома. Предварительно хотели согласовать время встречи с ними и возможность посмотреть их дома, которые они предлагают продажи. К сожалению, часть домов уже была продана. Некоторые владельцы домов не смогут завтра быть на месте, потому что одна дама уехала в Новороссии из-за дочки, другая в доманке хозяйка работает в воскресенье. Но у нас есть две встречи запланированных завтра. В крайнем случае мы просто приедем и посмотрим сам участок земли и дом, как он выглядит, что там за соседи, нравится ли нам вообще местность. Это просто такую на разведку. А это номер, где мы жили. Довольно так уютненько. Телевизор. Ну, под самой крышей. Такая вот очень приличная кухня. У них в ресторане даже пивоварня есть своя. Довольно много знаменитостей здесь было российских. Астахов, Валерия. Ну, в общем, замечательно там. Очень красиво. Просто мы были поражены качеством, скажем так, культурой. Все чисто, аккуратненько. И если кто-то будет ехать через город Шахты и нужно будет где-то заночевать, то гостиница «Замок» я вам рекомендую. Вот. Все. Пока. Приехали мы в село Молдаванское Крымского района посмотреть несколько домов. Один дом мы посмотрели. На улице Комсомольская, 8 он находится. Но он нам не понравился. Он внизу находится. И часто как-то не очень приличный. Все деревья спилены. А это второй дом. Ждем хозяйку. Он находится на улице Комсомольская, 29. Дом пустой, освобожденный уже. И он находится на улице, которая гораздо выше. То есть фактически на самом верху Молдаванского. А вот это за синим забором, это живет бывший глава Молдаванского села. Василий, мы с ним познакомились. Очень приличный мужик такой оказался. Ну а там за горами и дальше дорога. Это уже дорога на Крымск идет. Ну вот придет Нина. Посмотрим, что это за дом. Ну в принципе, внешне мне все нравится. Смотрим еще один участок земли. Я дошел до самого края участка. И вот вдали розовый дом. Это тот, который мы рассматриваем. Слева это сосед. Самая высокая точка участка. В 25 соток. И дальше он идет под наклоном к дому. То есть это самая южная часть участка. Трава, конечно, старенькая. Деревья старенькие, но он квадратный. На возвышенности и потоплению не будет здесь. В принципе, мне нравится участок. Вид из окна на улицу. До забора где-то метра три. Тут одна комната. Потолки очень высокие. То есть где-то метра три. Полы деревянные, но полы надо менять. Еще одна такая маленькая комнатушка. Небольшая. Так, это комнатушка. Большая комната. Но здесь очень большая. И окно уже в сад. Это южная сторона получается. Стеклопакет не открывается. Надо будет менять, если что. Вот, ну, комната такая. Метров 16, наверное. Так где-то. Окошко. И окошко сразу в предбанник. Так, здесь окно. Печка каменная. Печка. Прямо был кирпичный. Это у вас там трактор стоит. Печка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok